Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Около 3000 ульяновцев остались без тепла. Камеры для медика, дорога для импульса, в каких условиях живут садоводы Ульяновской области. Лекарства в Ульяновске теперь будут приходить на 20 дней раньше. К медицинскому колледжу 150. Одно из старейших заведений страны отмечают юбилей. В Ульяновске без тепла остались два детских сада, два медучреждения и жители многоквартирных домов. ЧП произошло сегодня в Засвияжском районе. Как выяснилось, в районе 4 часов утра случилось повреждение трубопровода в районе перекрестка улиц Рябикова и Кузоватовской. Репортаж с места устранения аварии подготовила наша съемочная группа. Первая серьезная коммунальная авария в Ульяновске совпала с приходом первых морозов. В районе 4 часов утра 21 ноября было отключено от отопления и горячего водоснабжения почти 30 объектов, два детских сада, два учреждения здравоохранения и многоквартирные дома. Порыв трубы диаметром 250 миллиметров произошел под землей на теплотрассе в районе перекрестка улиц Рябикова и Кузоватовской. Ну, ночью встала в 3 часа и обнаружила, что холодно. Пошла, посмотрела по всем комнатам. Холодная батарея, воды горячей тоже не было. Я пошла там к соседке, говорю, у вас тоже холодно? Она говорит, да, холодно, вон у нас около дома авария. Там трактор был, рыл что-то сделал, уехали. Вот сюда пошла мусор вносить и увидела вот эту вот картину. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. По информации главного инженера городской теплосервис Олега Полового, на месте происшествия работало 14 единиц спецтехники, 8 откачивающих машин, 3 автомастерские, кран и 2 экскаватора. Помощь им оказали и специалисты Т-плюс, которые в оперативном порядке подключились к работам по откачке воды из тепловых камер. Уже с началом нового года в условиях перехода на новую модель рынка тепла все ресурсоснабжающие организации в статусе ЕТО будут нести полную ответственность за качество и надежность теплоснабжения перед потребителями. Вызовов много и с ними придется справляться. По словам специалистов причиной аварии стала изношенность тепловых сетей, процент износа которых в целом по городу составляет более 70 процентов. Произошел порыв трубопровода квартально 300 миллиметров. На подачьем трубопроводе первоначально было отключено 22 жилых дома, две поликлиники, два детских сада. На текущий момент авария локализирована и сейчас находится отключено 11 домов и один детский садик. Все остальное полностью теплоснабжение, горячее водоснабжение объектов установлено. Сейчас работы ведутся для того, чтобы подать в жилые дома в эти 11 оставшихся в детский садик по обратному трубопроводу, чтобы удержать температуру комфортную в домах и будет проводиться дальнейшая восстановительная работа. Внедрение альтернативной котельной позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль в размере почти 8 миллиардов рублей за 10 лет. А значит, город ждут масштабные перекладки тепловых сетей, которые позволят избежать подобных негативных последствий. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Оллправда ТВ. Сергей Морозов вручил награду ульяновским мамам. Торжественный прием в честь Дня матери прошел в здании регионального правительства. Губернатор наградил жительницы за заслуги в укреплении семейных традиций и достойное воспитание детей почетными знаками материнская слава, благодарственными письмами и памятными подарками. Подробнее о торжестве расскажет Виктория Черкова. 24 ноября в России отметят самый трогательный и милый праздник – День матери. В канун торжества глава региона пригласил многодетных мамочек на церемонию награждения. Виновницы торжества пришли вместе со своими семьями. Мероприятие состоялось в Карамзинском зале правительства. Губернатор Сергей Морозов поздравил с наступающим праздником всех мам нашего государства. Тепло и сердечно поздравляю вас, самых наших любимых и желанных гостей. А в вашем лице, дорогие мамы, я хотел бы поздравить и всех мам Ульяновской области с вашего разрешения, и всех мам Российской Федерации, и всех близких вам людей. Как известно, в Ульяновской области уже 20 лет как существует книга материнской славы. В нее внесены имена женщин, награжденных орденами за материнский труд. В этот раз список пополнился. Валентину Григорьеву наградили почетным знаком первой степени. Когда свои дети выросли и разъехались в семье, появились приемные дети. Нашли свой дом 10 детей. Трое родных, 10 приемных и все любимые. Валентина рассказала о том, как она решила создать огромную и счастливую семью. Во всем виновата большое сердце и желание дарить заботу. Муж работал на севере. Дети выросли. Осталась в большом доме одна. Смотрела телевизор, увидела детей. И очень даже как бы хотел почувствовать себя еще раз мамой. Всех присутствующих наградили знаками почета и благодарственными письмами. Дети без подарков тоже не ушли. Малышам подарили плюшевых зверят и развивающие игры. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ. С 2020 года в Ульяновской области цифровизация сферы закупок лекарств и изделий медицинского назначения охватит все учреждения здравоохранения. В пилотном режиме новая система пока заработала в онкологическом диспансере. Что конкретно изменится в следующем году в сфере закупок и торгов в нашем следующем материале. Срок процедуры закупки таблеток и передачи конкретному получателю в Ульяновской области теперь сократится на 27%. А это значит, что необходимые препараты и лечение пациенты будут получать и начинать на 20 дней раньше. В регионе приступили к цифровизации сферы закупок лекарств и изделий медицинского назначения. Так новая система позволяет полностью исключить человеческий фактор, избавиться от бумажных носителей, а главное достичь прозрачности в системе закупок, которая долгое время в Ульяновской области находилась в запущенном состоянии. Раньше специалист заказчика эту спецификацию набивал вручную. То есть в случае, если у нас здесь одна позиция, то это несложно. Но так как показывает практика перечень лекарственных препаратов очень большой и количество позиций очень большое, то при набитии вручную информации в систему госзаказа возникали, во-первых, это занимало очень много времени, во-вторых, возникали ошибки. К сокращению сроков предшествовала долгая скрупулезная проработка технологической части новой системы. Суть цифровизации состоит в интеграции двух информационных систем – АЦК госзаказ и медицинской информационной системы. Они работали и раньше, но по отдельности. Именно это и тормозило процесс закупок. Из-за этого возникали ошибки во время самого процесса, что прямым образом влияло на сроки проведения торгов. К концу 2019 года у нас пять учреждений будут участвовать в пилотном проекте по цифровизации в сфере закупок. То есть формирование потребности от начала запроса коммерческих предложений до момента поступления уже аукционной документации, технического задания проекта, контракта уже в департамент госзакупок. Сейчас в пилотном режиме для своих пациентов медикаменты по новой схеме получают в областном онкологическом диспансере. Разницу ощущают и сотрудники аптеки медучреждения. Доработанная система персонифицированного учета препаратов теперь формирует потребность лекарств в автоматическом режиме. Упрощается также процесс согласования и передачи уже готовой заявки в отдел закупок. Процесс вообще очень здорово убыстряется, потому что раньше мы делали, формировали все это в Excel, собирали бумажные заявки с отделений. Конечно, это все занимало определенное время. Сейчас это быстро и просто, это удобно. Весь процесс закупок состоит из пяти частей. Это расчет количества, проработка начальной цены контракта, планирование, определение поставщика и заключение контракта. Согласно модификации информационной системы закупки, первые два этапа сокращаются в три раза. Ринат Алиолова, Юрий Конихин, Новости Управды ТВ. Помощь садоводам – один из приоритетов развития региона. Дачники во многом способствуют решению вопросов продовольственной безопасности, экономическому подъему и социальной стабильности. Чтобы движение стабильно развивалось, ежегодно из областного бюджета выделяются десятки миллионов рублей на поведение дорог к СНТ, обустройство систем водоснабжения и реконструкцию электросетей. И несмотря на холода, работы на дачах продолжаются. Вопросы воды и газоснабжения, прокладки дорог и электрификации остаются традиционными для многих садоводов Ульяновской области. И несмотря на то, что сезон давно завершился, благоустроительные работы на дачах продолжаются. Садовое некоммерческое товарищество «Импульс» расположено в Ленинском районе, а дачные участки расположились на 40 с лишним гектарах. Рядом лес Свияга. Теперь «Импульс» может похвастаться не только красивыми видами, но и отремонтированной подъездной дорогой. О ее строительстве садоводы попросили лично губернатора во время его визита в СНТ. «Этой дорогой заниматься начали давно. Это подъездная дорога. Но что-то у нас никак не получалось. До того, как губернатор наш дал поручение на строительство данной дороги. Дорога была построена в течение месяца. Все садоводы очень довольны и желают, чтобы ее строительство продолжили дальше». Кроме этого установили 8 видеокамер по всему периметру товарищества. А на въезде дачников встречает шлагбаум, чтобы посторонние люди не могли заехать. Работа продолжается и в СНТ «Медик» в железнодорожном районе. По программе «Безопасный город» в товариществе устанавливают камеры. «Наши садоводы теперь могут смотреть через свои смартфоны, что у нас творится в Садовом обществе по адресу. То есть я в Вайбере, в Ацафе буду выкладывать адресы, они будут наблюдать все, что у нас происходит тогда, когда нас нет в СНТ». В этом году на строительство подъездных дорог до границы СНТ из областного бюджета выделено 40 миллионов рублей. На сегодняшний день в Ульяновской области зарегистрировано 238 садоводческих некоммерческих товариществ. Около полусотни этих СНТ находятся в Ульяновске, остальные за пределами регионального центра. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. 21 ноября отмечает полуторовековой юбилей Медицинский колледж Ульяновского госуниверситета. Выпускники колледжа востребованы по всей России. Около 85% медперсонала в больницах и поликлиниках Ульяновска, обладатели диплома медколледжа УЛГУ. Ульяновский медколледж – одно из старейших заведений России. За 150 лет образовательное учреждение имело разные статусы и названия. С 1995 года оно становится колледжем. Сейчас это среднее специальное учебное заведение в составе Института медицины, экологии и физической культуры УЛГУ. С 2004 года в медицинский колледж входит в структуру Ульяновского государственного университета. И на сегодняшний момент в нашем колледже обучается около 1200 студентов. Студенты обучаются по таким специальностям, как лечебное дело, это фельдшера, медицинская сестра, акушерское дело, стоматологи профилактические, стоматологи ортопедические, адаптивная физическая культура. Начало истории колледжа было положено в 1869 году, когда по инициативе земских врачей Симбирска при губернской больнице была открыта фельдшерская школа. Потребность в таком шаге была обусловлена дефицитом медицинских работников в губернии при высоком уровне заболеваемости и смертности. В 2019 году колледжу присвоено имя Андрея Львовича Поленова, выдающегося отечественного хирурга, основоположника травматологии и нейрохирургии. С 1910 года он несколько лет работал в Симбирске. Мы находимся в музее медицинского колледжа имени Андрея Львовича Поленова Ульяновского государственного университета. Данный музей был основан 28 ноября 1989 года. И в этом году мы отмечаем 30 лет со дня создания этого музея. Этот музей был создан заслуженной учительницей Российской Федерации Шиловой Евгенией Георгиевной. Она вложила сюда очень много сил, времени, труда и в результате получилась очень интересная экспозиция. Этот музей работает в течение всего этого времени как рассказ об истории нашего учебного заведения, которым мы очень и очень гордимся. В колледже работают 50 преподавателей высшей квалификации. Многие работают не один десяток лет. В учебном процессе участвуют практикующие врачи разных специальностей. Главные и старшие медицинские сестры больниц региона. Вы знаете, у меня вообще как бы это кредо или даже не знаю как сказать, что нужно любить то, что делаешь и для кого делаешь. Поэтому у меня совпадает. Я очень люблю свою профессию, я очень люблю свой колледж. Я говорю, я уже 50 лет здесь при нем. Это мой дом, наверное, первый. А где я сплю, это второй. Потому что я сюда с удовольствием иду всегда, с большим настроением. Студенты всегда мне поднимают. Шесть лет назад медколледжи и Улгу стали готовить сестер милосердия, что стало возвращением медицинской профессии к ее истокам. Медицина мне нравилась с самого детства, потому что моя мама тоже работает в медицине. Как и моя тетя, как и мой брат, который, кстати, в прошлом году здесь закончил, тоже учился здесь. Мне нравится с самого детства, потому что мама с энтузиазмом рассказывала о своей работе. И еще тогда я сложилась цель для себя, что хочу учиться в медицине. Не учиться, а работать. Ну и учиться, соответственно, тоже. И вот в 16-м году, я когда закончила 9 классов, я четко решила, что пойду именно в медицинский колледж Улгу имени Поленова. Я поступила, и вот с сентября 2016 года у меня начался новый этап жизни. Это было трудно сначала, потому что система образования колледжа отличается от школы, но быстро втянулась, и сейчас три года обучения пролетели незаметно. Сейчас я уже учусь в четвертом курсе. Могу сказать о том, что образование здесь очень интересное, потому что учеба, она вообще не объяснит словами, как здесь интересно. И во многом это зависит от преподавателей, потому что, как они преподнесут информацию, то, как они смогут, какой пример приведут по той или иной теме. Наш преподаватель самый лучший. Насколько вас не забывайся. Да, и также наряду с сестрой, медицинской сестрой, я получаю образование сестра милосердия. Также 4 года, последний курс. Это образование поможет мне не только помочь человеку физически, но еще и душевно. То есть я развиваю в себе душевное милосердие. В колледже для учебной деятельности есть все. Оборудовано 46 кабинетов для теоретических и практических занятий. 4 элекционных зала, спортивный зал, лыжная база, спортивная площадка для летних видов спорта, актовый зал. Также в колледже работает отделение повышения квалификации средних медицинских работников. Всего за прошлый год на базе Ульяновского государственного университета было оттестовано 1270 человек. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Управда ТВ. Ульяновцев приглашают на сельскохозяйственную ярмарку в Засвияжский район. 23 ноября торговля развернется на пересечении проспекта 50-летия ВЛКСМ и улицы Полбина с 7 утра до 14 дня. Движение машин на данном участке будет ограничено. Свою продукцию представят сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, предприятия потребительской кооперации. У входа на ярмарочную площадь будет организована работа социальной площадки. Ульяновцы смогут получить консультации у сотрудников социальной защиты населения. 22 ноября в Ульяновской области ожидается солнечная, но прохладная погода. Температура днем составит 4 градуса со знаком минус. Ветер северо-западный 3,5 метра в секунду. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале уллправда.ру. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии? Высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет. Для всех. ТВ по будням в 18.30, 20.30, 20.30, 20.30, 20.30. Редактор субтитров А.Семкин